Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзогет.ру. С вами священник Алексей Волчков. Сегодня поговорим об очень важном вопросе. Итак, правда ли, что евреи исказили текст Библии, испортили библейский текст Ветхого Завета? Ведь об этом очень часто можно найти информацию в интернете. Евреев обвиняют в том, что они исказили текст Писания, построив его, этот текст, по-свои нехристианские или по-другому антихристианские убеждения. И вот об этом вопросе сегодня поговорим в рамках нашей мини-лекции посвященной разным сюжетам, связанным с Ветским Заветом. Итак, для таких обвинений, для таких вот суждений есть некоторая почва. А именно, ведь действительно расстояние между нами и между Моисеем, Давидом, пророком Шмуэлем Самуилом насчитывает огромное расстояние, огромное пространство разделяет нас читателей этого текста и создателей библейского текста. Около 20-25-30 столетий разделяет нас читателей и создателей библейских сочинений. И в этой связи очень вопрос уместный, а с каким именно текстом мы имеем дело. Конечно же, было бы хорошо найти так называемый автограф, то есть то, что было написано автором Павлом, Матфеем, Марком, Моисеем, Исаией, Иезекиилем, и чтобы там была подпись этого человека, этого автора. И вот тогда мы точно можем быть уверенными, что мы имеем дело с тем текстом, который и вышел из-под пера автора, создавшего этот текст. Но ведь такого у нас нет. И расстояние между создателем текста и читателем колоссальное. И самые первые рукописи появляются довольно поздно, об этом попозже поговорим. И вот на основании всего этого возникают разного рода такие вот теории заговора. Например, евреи испортили Библию, поэтому пользоваться еврейским текстом Ветхого Завета, Танахом, невозможно, неправильно, потому что лишь у церковной традиции есть истинный текст писания Ветхозаветного, но не у евреев. Другой вариант этой теории, такой более глобальный, оказывается, что сама церковь своими переписчиками, своими какими-то учредителями скрипториев, их руководителями веками скрывала от нас правду. Правду о инопланетянах, о динозаврах, о динозаврах, о драконах и так далее. А вот и в этой связи обвиняется церковь в том, что она исказила текст священного текста. Давайте разберемся, а справедливы ли эти обвинения и какая есть реальная основа у такого рода подозрений. Итак, некоторые основы, как мы сказали уже выше, такие имеются, потому что создание текстов – это очень большая древность, а самые древние рукописи Ветхого Завета на еврейском языке датируются довольно поздним, друзья, временем. Это известные кодексы Олепский, Каирский и, самое главное, кодекс Ленинградский, так он и называется, ибо хранится в нашем городе Петербурге, прежде Ленинграде. Эти кодексы датируются 9, 10, 11 веками христианской эры. То есть, получается, расстояние между этой рукописью и создателем сочинения, Давидом условным, все равно очень большое – 20 столетий, 2000 лет. И между этим кодексом и Давидом, вроде бы, нет ничего. И можно лишь, получается, полагаться на веру, на веру в то, что переписчики ничего не добавили, ничего не исказили, ничего не утаили. Продолжаем наше исследование. И поначалу тоже мы сталкиваемся с еще одним очень неприятным фактом. Выясняется, что на протяжении столетий текст переписывался очень своеобразным образом. Как известно, еврейский алфавит является алфавитом консонантным. То есть, там используются 22 символа, графемы, буквы по-нашему, обозначающие лишь согласные звуки. Ну, как в русском варианте было бы, допустим, так. Мы пишем, мы говорим дом, а пишем д-мы. Мы пишем мама, говорим мама, а пишем м-мы. И вот, понимаете, когда мы пользуемся этим языком, мы и пишем по-русски, и говорим по-русски, то, в принципе, когда мы читаем м-мы, д-мы, можно понять мама дома. Но когда, допустим, мы говорим на другом языке, а евреи, жившие во втором веке христианской эры, третьем, четвертом, пятом и так далее, говорили на других языках, языках арамейских, арабских, греческом языке, латыни и так далее, вот тут возникает проблема. Как правильно прочитать вот такое буквосочетание ДМ? Может быть дом, а может быть дума, а может быть дама, а может быть дым. Ну, понимаете, да? И вот наше беспокойство еще больше увеличивается. Оказывается, переписывали долгое время, рукописи древние нам недоступны, и переписывались одни согласные буквы. И тут, понимаете, легко не то, что какой-то замысел, умысел, а просто перепутать. Если я плохо знаю язык, на котором написано описание, то мне легко заменить букву одну на другую, тем более есть буквы, которые пишутся, допустим, примерно одинаково. Ну, например, буква ЮД и буква ВАВ. Увеличим ножку, и вместо ЮД получается буковка ВАВ. Ну и так далее. Когда же появляются огласовки, знаки, обозначающие гласные звуки. Из-за них ведь мы можем точно прочитать. Дом, а не дым. Дом, а не дама. Дом, а не дума. Вот когда. Это все тоже было довольно, друзья, позднее. Поздняя инновация. Авторами инновации были, опять же, евреи, переписчики иудейские. Иудеи назывались они масареты. И вот время, когда они были активными унификаторами, знатоками, переписчиками библейского ветхозаветного текста. Это время пятого, девятого веков христианской эры. То есть, получается, опять это очень поздно. А что было в четвертом веке? Как тогда тексты переписывались? И так наше волнение увеличивается. Действительно ли мы имеем дело с тем текстом, который вышел из петпера Давида, или какого-то переписчика псалтиря времен царя Изыкии? Вот опять, что нам делать дальше? На помощь приходят переводы. И мы знаем, что Библия переводится очень рано на разные языки. И мы можем, сопоставляя переводы, точнее, текст оригинальный, текст еврейский называется он, текст масаретский, и имеющиеся у нас переводы, перевод на греческий язык септуагинта, перевод на язык сирийский пишитта, перевод на язык ГС эфиопской церкви отдельный перевод. И вот можно вот их сопоставить и сравнить, а где там злой замысел, где там злой умысел, где попытка чего-то утаить. И вот выясняется, что таких вот больших расхождений, касающихся не какой-то формы изложения, порядка слов, предложений, но сути библийской веры, мы этих разночинений не находим. Мы находим разную такую не очень важную ерунду. Ну, по-разному стоят слова. Да, или мысли выражены тремя словами, или пятью словами. Или, допустим, номера псалмы находятся в другом порядке. Или главы в книге пророка, условно, там, из Экииля, расположены в другом порядке, в разных вариантах из этих самых библий. Но не более того, не более того. И вот тут можно уже успокоиться. Раз в разных переводах Ветхого Завета мы находим одну и ту же библию, как и в тексте мусорецком, тогда уже можно, ну, более-менее расслабиться. Да, действительно. Скорее всего, никакого не было злого умысла ни у христиан, ни иудеев, ни у самарян. У них тоже есть своя Тора, тоже есть своя Библия. Потому что в своей основе текст оригинальный и приводные варианты довольно близко соответствуют друг другу. Но все равно нас обревает вот такое тоже вот волнение. Но все-таки, ну, а что же есть, какие есть более древние данные, касающиеся вот этого, понимаете, древнего, более древнего, чем масореты, чем переводы на греческий язык, бытования текста. Ну, мы знаем, что масоретские Библии до нас дошли с 8-го, 9-го, 10-го веков новой эры, кодексы, септуагинты, самый ранний, 4-й век христианской эры, кодекс синайский, бутиканский кодекс. А что же было до? Что было раньше? И вот долгое время ученые ничего не имели, не было ничего. Вот самые древние данные, касающиеся текста, это перевод Ветхого Завета на греческий язык в кодексах 4-го века новой эры. И вот такие еще были дебаты долгое время, а где Библии немножко не совпадают? Библия масоретская, еврейская, библия христианская, септуагинта, христианская, конечно же, в кавычках я это слово использую, потому что септуагинта была начинанием иудейским и появилась септуагинта до появления христианства и до служения Иисуса Христа, где они расходятся друг с другом, где искажения, кто не прав, чья Библия более правильная и аутентичная, септуагинта, либо Библия масоретская. И возможно все-таки все равно, где-то мы имеем дело с такой коварной, планомерной правкой текста в угоду личным, конфессиональным интересам. И вот споры эти бушевали, пока не нашли очень большое такое глобальное открытие, которое дало доступ для ученых гораздо более древним рукописям Ветхого Завета. Конечно же, имеется в виду открытие, случившееся в 1947 году, когда в окрестностях селения Кумран, в пещерах Кумрана нашли кувшины. И в этих кувшинах были много-много разных рукописей. Это какая-то была библиотека, на время убранная от лишних каких-то глаз, от внешнего разрушительного какого-то фактора, какого-то возможного завоевания, какой-то общины. Какая-то община, вероятнее всего Кумраниты, вероятнее всего это была такая секта есеев, она вот и припрятала, она убрала эти документы, пока не успокоится ситуация в Палестине. А там была иудийская война, там были римские войска, и думали, что мы пока уберем эти рукописи, а потом вернемся и обратно будем и не пользоваться. Но, к сожалению, видимо, возвращаться было некому. И, к счастью, для ученого, для библиста, мы получили доступ к рукописям, которые можно продатировать третьим веком до Рождества Христова. И тут расстояние между этой рукописью и Давидом, этой рукописью и Исаией, и Иезекиилем сокращается довольно уже такого приемлемого расстояния. Три века, четыре века, пять веков, но не двадцать веков, не двадцать пять столетий, да, расстояние, оно сократилось до какого-то максимально близкого временного отрезка. И вот, что же, какой вывод сделали ученые, изучая, исследуя кумранские версии Ветхого Завета. Итак, можно сделать два вывода на основании этих штудий. Вывод первый. Когда есть разночтение между септуагинты и масоретами, очень часто правыми оказываются и те, и другие. Просто выясняется, что перевод септуагинты и перевод, точнее, не перевод, а традиция текстов масоретских основывалась на разных таких вот, что ли, семействах, на разных группах древних рукописей, которые были уже во времена кумранизов. Третий век до нашей эры, второй век до нашей эры и так далее. То есть, вот какие-то разночтения, они имели место уже в те древние времена. Во времена, условно говоря, Эзри и Неемии, уже были разные варианты, разные не по содержанию, а разные по изложению, по порядку слов, по количеству стихов, в каком-то их псалмов, но не более того. Вот все времена были эти разночтения, друзья, что и неудивительно, ведь не было в то время ни ксероксов, ни принтеров, ни каких-то возможностей типографского издания текста. Текст переписывался от руки, очень часто в спешке, очень часто переписчик был усталым, а скажу больше, иногда пророк или какой-то писатель выпускал со своего стола рабочего два варианта сочинения. Например, первый раз написал, текст ушел в народ, начал переписываться, а потом тот самый библейский автор кое-что исправил, и возникла вторая редакция текста. И оба эти варианты являются одинаково подлинными, аутентичными, боговодохновенными и настоящими. Поэтому не врут ни масореты, ни лукавят авторы септуагинта и церковные переписчики, сохранившие до нашего времени перевод под названием септуагинта. Это раз. То есть, повторю еще раз первый тезис, правы и переписчики еврейские, правы и переписчики христианские. Второй вывод является тоже довольно важным и при всем при этом выводом успокаивающим. Когда мы прослеживаем от кумрана или от перевода септуагинты сквозь время, когда были торгумы, мы ими обладаем, когда появляются первые кодексы септуагинты, мы эти кодексы имеем, дальше и дальше мы не находим никакого сознательного, целенаправленного изменения текста, цель которого была бы нечто скрыть, затушевать, какую-то информацию изъять. Ну, друзья, не было такого. И это, если бы даже такая была инициатива, то она была бы обречена на какой-то провал, потому что всегда рукописей было много, всегда переписчиков было много, всегда Библия сохранялась разного рода конкурирующей, традициями, самаритяне, ессеи, кумраниты, фарисеи, христиане, иудеи диаспоры, диаспоры аромеоязычной, диаспоры грекоязычной, христиане потом появляются латиноязычные, грекоязычные, потом возникают расколы, эфиопы, сирийцы, армяне, и везде, везде, везде есть своя Библия, свой перевод, своя традиция переписывания библейского текста. Если бы традиция какого-то искажения Библии возникла бы где-то, то окружающие варианты бытования библейского текста сразу бы уличили это начинание в подлоге, в каком-то целенаправленной порче текста. И вот таких вот попыток частью не было ни у христиан армян, ни у эфиопов, ни у коптов, ни у греко-католиков, ни у православных, ни у евреев в том числе. Потому что, и вот это вот моя главная мысль сегодняшнего разговора, традиции серьезные берегут текст Библии, ибо считают его священным. Даже если он противоречит убеждениям этого течения, этой конфессии, все равно текст неприкосновенен. Основная же энергия этой конфессии, экзегетов, толкователей, преповедников, идет в отношении разного рода геременефтических, экзегетических процедур работы с этим текстом. То есть, написано понятно, написано одно, но это можно истолковать. Возникает аллегория, возникает какая-то многоплановая экзегеза, и вот для этой экзегезы ей посвящаются основные силы разного рода конфессиями, течениями, традициями и толками христианства и иудейства среди мековья и древнего времени. Дорогие братья и сестры, тезис, озвученные нами в начале нашего разговора, испортили ли евреи Библию, оказывается неверным. Евреи Библию не испортили, они ее сохранили, они ее оголосовали, и их рукописи послужили основанием для появления изданий научных Ветхого Завета. Спасибо за внимание, помощником в нашем разговоре был портал экзеге.ру, всего хорошего, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова